здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут елена ермина и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня у меня для вас очень важная интересная новость в этом году я для вас подготовила два проекта и сняла подробные обучающие мастер-классы разработанные специально для начинающих рукодельниц которые хотят научиться вязать крючком плечевые вещи девочки спасибо вам огромное что пишите мне комментарии под каждым видео я их все всегда читаю многие из вас судя по комментариям уже закончили работу над проектом название проекта великолепный ананас я снимала для вас мастер-класс он состоит из 11 частей все части собраны в отдельном плейлисте ссылочку я оставлю в описании под этим видео если вы хотите поделиться своей работой также я оставлю ссылочки на мои группы в социальных сетях где вы можете разместить свою фотографию работы связаны под моему мастер-классу и я потом подготовлю общее видео с вашими прекрасными работами пусть другие зрительницы тоже посмотрят какое какая красота у нас с вами получилось сегодня я закончила снимать мастер-класс отсняла восьмую часть показала каким образом обвязать горловину это уже второй проект данную модель выбрали проголосовали мои подписчицы мои зрительницы канала название проекту я придумала сама будет называться кофточка любимка хочу объяснить почему я выбрала такое название потому что на ваше обозрение было представлено к вашему вниманию четыре модели летних кофточек и вот эта модель набрала во вкладке сообщества самое большое количество голосов 40 с лишним процентов мы уже с вами многие наверное из вас связали эту кофточку кто-то довязывает мастер-класс состоит из 8 частей ссылочку я оставлю в описании под этим видео если вы хотите поделиться своей работой также можете свою фотографию кофточки оставить пройдя по ссылкам социальных сетях то есть в группах где мы будем с вами делиться своими работами я оставлю специально ссылку на альбом и осталось сделать в ты вот этих двух работ и также я сделаю вам подробный обзор кофточки чуть будет позже на канале также хочу сообщить вам важную информацию такого еще не было на моем канале когда я вязала и снимала мастер-класс на кофточку любимка у меня получается снята 8 частей плюс одна часть мастер-класса посвящена специально для вязания вот этой модели кофточки для девушек женщин размер до 50 размера то есть получается на худых и стройных до 50 размера и также 50 плюс у меня и видео назывались вяжем кофточку на любой размер то есть если вы худенькая стройная вяжите по одному принципу если размер одежды больше 50 плюс значит вяжите по другой методике два способа вязания я разработала и сняла вы можете выбрать любой подходящий для вас и связать данную модель кофточки название проекта любимка а сейчас самая главная новость связала я два проекта все часть мастер-класса у меня отсняты от начала и до конца также я вижу несколько проектов как говорится для души за кадром буду периодически вам показывать что у меня получается сейчас я хочу вас пригласить на новый проект будем с вами вязать следующую кофточку то есть я представлял вам на ваш выбор четыре модели одну мы связали под номером один осталось 2 3 и 4 кофточка большинство голосов как бы голоса разделились и судя по комментариям многие хотят из вас связать вторую и четвертую и они получаются у них равное практически количество голосов сейчас мы с вами проведем во вкладке сообщества я вам ссылочку оставлю новое голосование и вы уже выберите среди 2 и 4 модели какой мы будем вязать в первую очередь вторую или четвертую голосование будет проходить только во вкладке сообщества если у вас не открывается эта вкладка с планшета то она прекрасно открывается с телефона из компьютера с ноутбука кто хочет связать третью кофточку вы не переживайте мы ее тоже свяжем время у нас еще есть а пока выбираем среди 2 и под номером 4 2 2 модели два варианта летних кофточек на голосование дается неделя то есть на следующей неделе будем с вами уже начинать вязать а пока у вас есть возможность определиться с выбором оставить свой голос и подобрать пряжу для вязания давайте я сейчас хочу вам показать из какой пряжи планирую вязать я вот эти кофточки сразу же покажу для двух кофточек пряжу вот у меня есть две пряжи вот здесь цвет желтый пряжа ажурная пехорка этикетки к сожалению не сохранились так как я эту пряжу предварительно когда-то давно стирала хотела что-то вязать но видимо передумал стирая пряжу в матках как я это делал не есть видео на канале когда-то стираю когда-то нет ну вот пехорка ажурная у нее есть свойства на после стирки дает усадку я стира в машине и предварительно я вот эту пряжу всегда стираю она у меня готова уже для того чтобы приступить к вязанию здесь у меня получается 7 мотков по 50 грамм 350 грамм это этого количества вполне будет не хватит для того чтобы связать кофточку на размер 48 даже 52 пехорка ажурная метраж 280 метров 50 граммах стопроцентный мерсеризованный хлопок так называется вот эта пряжа скорее всего я буду вязать из ажурной так как она по метражу и составу прекрасно подходит для кофточки под номером 2 есть у меня еще вот такая пряжа тоже пехорки крапивная 2 упаковки в упаковке 5 мотков всего мне 10 мотков свет 74 крокус это как вот яркие желток куриного яйца камера мне кажется на не совсем правильно передает этот цвет по факту это ярко такой желто-оранжевый цвет 250 метров 50 граммах стопроцентная крапива состав это пряжа немножко толще чем ажурная я бы конечно выбрала вот эту пряжу крапивная мне интересно посмотреть как она будет смотреться в узорах но почему-то она мне не нравится знаете почему смотрите какая она ворсистая и напоминает мне почему-то ангору или шерсть не хочется ходить летом в какой-то мохнатой кофточки не знаю может быть кто-то уже из вас связал что-нибудь себе из пряжи крапивная напишите пожалуйста ваше мнение ваш отзыв каким он как смотрится пряжа крапивная в летних изделиях кофточках кто кто вязал кофточки летние напишите пожалуйста как она вам если отзывы будут хорошие может быть даже я свяжу из крапивной может быть ее оставлю на другой проект и все-таки свяжу из ажурный в любом случае нужно будет вязать образцы и смотреть какой образец будет лучше смотреться для 4 кофточки я выбрала пряжу но мне тоже есть в наличии 350 грамм так 7 мотков у меня тоже вот этого серого цвета 89 это стопроцентный мерсеризованный хлопок 50 грамм двести восемьдесят три метра они с ажурный примерно одинаково здесь на три метра больше разница в том что здесь идет плетение шнурок виде шнурка такой тип плетения мне не очень нравится так как узоры смотрятся менее симпатично если допустим вязать вот из пряжи обычная скрутка вот такая пряжа мне больше нравится а здесь как-то не очень вы выигрышно смотрятся узоры когда вяжутся вот из нити переплетения виде шнура название пряжи софия ну в любом случае нужно вязать образцы смотреть как ложится узор потому что каждый узор ложится всегда по-разному и подбирается под узор пряжа для каждого узора и подбираю пряжу вижу много образцов и еще мне есть интересная пряжа может быть даже свяжу из нее скорее всего может быть даже из нее потому что здесь внизу не нравится как пряжа ложится в узоры а кофточка красивая хотелось бы чтобы она была просто вау и скорее всего я свяжу наверно вот из этой пряжи она мне тоже есть наличие лежит уже довольно таки давно наверное уже с год вот такой красивый сиренево фиолетовый цвет здесь составе есть вискоза конечно пряжу содержание вискозы сложно вязать она цепляется за крючок расслаивается мы не боимся таких трудностей для меня вся пряжа прекрасно название пряжи макси вискозы не от мадам трикот здесь 72 процента хлопок и 28 процентов вискоза цвет 6309 50 граммах 227 метров вот этот метраж на тоже хорошо подойдет для 4 модели кофточки значит пряжу я рекомендую вам выбрать от 220 до 280 метров 50 граммах вот такая вот замечательная пряжа у меня есть но мы две упаковки здесь 50 грамм вот такая пряжа хотела я из нее жакет связать но может быть свяжу кофточку из этой пряжи я ничего еще не вязала она для меня новинка здесь внутри картонная втулка и такую пряжу конечно не постирать если буду вязать то сразу буду вязать из матка вот такую пряжа подобрала для своих новых проектов если у вас нет пряжи то у вас есть возможность ее заказать приобрести за неделю я думаю этого времени достаточно а мы пока с вами я буду снимать для вас новый мастер-класс и делиться творческими идеями и за кадром буду довязывать свои проекты несколько у меня проектов есть которые я вижу для души под какой-нибудь сериалы интересный фильм по расходу пряжи лучше конечно выбирать пряжу с натуральным составом это может быть хлопок мягкие мерсеризованный либо это может быть лен в общем старайтесь выбирать натуральным составом метраж пряжи рекомендую от 220 до 280 грамм метров 50 граммах расход пряжи на размер 40 8 52 300 400 грамм вот такой примерно расход должен быть у вас в наличии я заказываю пряжу зачастую упаковками и конкретно когда вы мне задаете вопрос а сколько нужно пряжи девочки я не знаю по расходу нет у меня информации пока я не свяжу кофту вот как только свяжу и тогда и у меня есть эта информация и могу с вами ею поделиться а так я не могу сказать на какой размер сколько нужно пряжи у меня нет такого калькулятора волшебного в интернете есть примерные таблицы по расходу пряжи можете ориентироваться на них ну я всегда себе заказываю на изделие если вижу допустим жакета то от 10 до 12 мотков на до 52 размера если вижу кофточку то 67 мотков потому что зависимости от того какая плотность узора и какая модель кофты а сейчас я хочу вас пригласить пройти во вкладку сообщества и оставить свой выбор какую кофточку будем с вами вязать 1 под номером 2 или под номером 4 проголосуйте пожалуйста и уже через неделю мы приступаем с вами к вязанию довязываем все свои начатые проекты заканчиваем работу над великолепным ананасом и кофточкой любимка а если вы еще не начали вязать обязательно присоединяйтесь вяжите вместе с нами нашей дружной компании рукодельниц я с вами не прощаюсь жду вас завтра на своем канале до новых встреч спасибо что смотрите все мои видео и отдельно благодарность вам что смотрите рекламу в моих видео так как это мне позволяет снимать мастер-классы подробные и бесплатные и также развивать канал спасибо что вы у меня есть до новых встреч с вами была елена ромина всем пока пока